Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 июня и я уже устала говорить об этом. Я все еще высаживаю свои томаты, но теперь уже в открытый грунт. Осталось совсем немного и поэтому я и мало комментариев отвечала, меньше видео снимала. Но вот сегодня, так как у меня уже немного я освободилась, времени побольше, сегодня я хочу на самые-самые актуальные вот такие вопросы снять несколько видео, потому что ответ важен именно сейчас, потом уже будет поздно. Это и про жирование томатов, и про подкормки, сколько их нужно, потому что некоторые люди теряются, какие когда делать, потом про вялые макушки, но начнем все по порядку. Вот Татьяна Алимская мне написала, я даже выписала вот самые важные вопросы, томаты в теплице жируют, что делать? Ну сначала нам нужно, тем кто не знает, само понятие жирования томатов, я сейчас расскажу, что это такое, потому что все слышали слово жируют томаты, жируют томаты, ну как узнать, жируют они или просто это такой сорт. Вот специально поставила в ведре вот этот вот томат, вот смотрите, вот у меня томат, толстый ствол, большие листья, и начинающий огородник может подумать, что это жирование, но так как у него там много цветочных кистей, много завязей, я держать долго не могу, но рассмотрите, вот он весь в маленьких томатиках и в цветочках. Ой! Это значит томат не жирует, это просто у него характеристика сорта. И вот эти все наши толстоногие, Демидов, Настенька, потом вот этот Таймыр, в частности вот этот, потом, ну все я не буду перечислять, все они весной похожи на жирующие томаты, то есть у них толстенный ствол, у них такие жирные листья. Но если вы видите, что он активно цветет, активно завязывает плоды, это значит не жирование, не нужно с ним ничего делать, не нужно его садить на безводную диету, не нужно его суперфосфатом пичкать, все, разобрались, это специфика сорта. Но если сорт у вас тонконогий, должен быть таким, ну небольшим, тоненьким, и листики должны быть нормальные, но вдруг вы видите, что он превращается в такое красивое томатное дерево, у него утолщился ствол, у него листья стали такие мясистые, красивые, зеленого цвета, и он все увеличивается, увеличивается, как в сказке. Но вы видите, что вся вот эта зеленая масса, да, он сначала радует своего хозяина, и все восторгаются, некоторые вот кто подкармливает, часто весной говорят, что я помогла своим томатам, ой, смотрите, какой он стал. Конечно, он первое время восхищенные взгляды ловит, он такой красивый, большой, зеленый, казалось бы, о чудо, будет столько много томатов, но потом вы увидите, что цветочных кистей мало, если даже они цветут, они обычно не завязываются, и вся вот эта зеленая масса, она идет в ущерб цветению, плодообразованию, он вот ее наращивает, наращивает и наращивает, и все. И тут у вас будут, это, править одни листья. Тогда вот это вот, вот это жирование, если цветочков мало, если плодовых вообще кистей мало, даже если есть цветы, они очень редко не завязываются, не опыляются, вот это жирование томатов. Что делать при жировании томатов? Я не знаю, сейчас очень много разных советов и советчиков, и у нас вот этот интернет, он нам все вот так вот иногда переворачивает с ног на голову. Но я вам скажу рецепт старый-старый, еще из советских справочников, которым пользуюсь я. Но вот у меня, если честно, жирование редко бывает, потому что я за азотом и за подкормками, я контролирую, слежу с самого начала, я никогда не перекармливаю, и у меня практически нет таких. У меня больше худых таких, хиленьких. Это лучше для томата, перекармливать их не надо. Но рецепт-то я знаю, вот из старых советских справочников, стандартный рецепт, которыми много-много лет люди пользовались, это для начала посадить на безводную диету, то есть прекратить полив. Не бойтесь, прям 7, 8, 10 дней не поливайте, потому что я назову сейчас в конце причины жирования, одной из причин это частые обильные поливы. Вот, прекратить полив. Но перед тем, как вы прекратите полив, сделать подкормку суперфосфатом. 2-3 столовые ложки на ведро воды наводите, и по 1 литру под взрослое растение. Смотрите, если вы же знаете, что он не разводится, замочите на ночь суперфосфат горячей водой. На следующий день он растворится, это будет как вроде вытяжка суперфосфата уже, потому что он сутки будет стоять у вас. Можете снять с осадка, можете не снимать, можете все вместе разболтать и полить. И удалите все лишние пасынки, все лишние нижние листья, и все лишние листья, которые во втором ярусе, которые не нужны растению. Про удаление листьев я говорила. Короче, вот этот листовой аппарат вам нужно снизить. Нужно убрать лишнее внизу, лишние пасынки, которые уже толстые, жирные иногда бывают. Отоставьте один или два ствола и все. Сейчас мы разберем, зачем мы делаем каждый вот из этих, короче, три шага мы должны сделать, чтобы прекратить жирование. Первое, что прекратить полив, но это ясно, если мы, одной из причин жирования, вот эти частые такие поверхностные поливы, если мы часто поливаем томат, он, ну вероятно, он не очень умный, он пьет и пьет, пьет и пьет. И ясно, что вода, это вот то самое, из чего состоят все эти листья. Они листья растут, 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 все. Для того, чтобы завязались цветы и кисти, воды не нужно. Поэтому удалив вот этот полив, вы немного остановите наращивание вот этой зеленой массы, и тогда, возможно, у вас будет больше завязей. Вот второй шаг, суперфарсисфар подкормка. Но это если логически подумать, для чего мы ее делаем. Конечно, для того, чтобы развитие корневой системы усилилось. А когда начинается наращивание такой активной корневой системы, ясно, что растение немного приостанавливает рост надземной части. И третье. Ну, удаление пасунков, это ясно. Пасунки и нижние листья, все лишние листья удаляем, тогда все питание растений будет идти к цветочным кистям и к завязыванию плодов. Но еще у жирующих томатов нужно им помочь и нужно искусственно опылить все эти кисточки, которые хотя бы есть. Пусть их мало, но они все равно есть же там. И для этого трясите вот эти кусты. Даже вот эти кисти сами цветочные можно подойти и вот так рукой немножко-немножко, вот так вот раз-раз-раз-раз-раз-раз. Потеребенькайте их, чтобы они чуть-чуть поколыхались, чтобы пыльца-то упала на пыльник. Ну и, конечно, в этот период можно сделать опрыскивание бутоном, опрыскивание завязью, опрыскивание борной кислотой. Все вот это вот искусственно простимулировать надо опыление цветов. Ну и все про жирование, по-моему, все. Как исправить жирование, сказала, от чего бывает. А, самое главное, мне сказала. Одна из причин жирования, это вот частые обильные поливы, вторая причина, это перекормка азотосодержащими удобрениями. Это то, о чем я говорю каждый раз, что лучше не докормить, чем перекормить, что азотосодержащие можно только один раз при высадке, потом томатам это вредит, и не нужно ничем их, даже травяные подкормки, даже вот эти натуральные, органические подкормки, они могут вызвать жирование томатов. Вы азот, если вы положили в лунку при высадке перегной, потом еще будете подкармливать, например, каким-то вот этим черным, вот такие есть азотосодержащие удобрения, вот в магазине, вроде как она натуральная, но там тоже азот, потом еще травяную борошку сделаете туда же, это тоже азот, и вот это перекорм, очень следите за азотом, чтобы лишний азот не поступал к нашим томатам, если другие, например, лучше подкормить огурцы азотосодержащим, они вам будут благодарны, а томата не надо, томаты нам нужно держать в черном теле, их нельзя сильно влагой переливать, разботеют, нельзя азотом перекармливать, тоже разжиреют, их нужно держать вот так, на диете, поливы обильные, но редкие, азот только весной, если не весной, то только при явных признаках ослабленности, то есть, если листья желтые, если стебельки тоненькие, если вот он вообще гилижевой, тогда, пожалуйста, дайте ему азот, но если томат выглядит вот так, азот ему не нужен, это точно, ну все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это тема жирования, сейчас буду рассказывать о подкормках и о том, что делать, если жара в теплице, все, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok